МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Выходные на колёсах». Программа для тех, кто привык смотреть на этот удивительный мир сквозь лобовое стекло своего автомобиля. Итак, сегодня в программе. Начнём мы наше путешествие с города Богородицка, где находится дворец графа Бобринского, незаконорождённого сына Екатерины II и Григория Орлова. Не появись он на свет, и в русской истории могло бы не быть самой великой императрицы. Затем мы заедем на Куликово поле, место главного русского сражения эпохи Средневековья. А под конец нас ждёт усадьба миксенатов Нечаевых. Сегодня наш маршрут пролегает не только по асфальтовым, но и по грунтовым дорогам. Поэтому важно в дорогу отправляться на надёжном автомобиле с увеличенным дорожным просветом, полным приводом, как у нашей Субару Трибека. До первой точки нашего маршрута Богородицка около 210 километров. 200 километров по трассе М4 Дон и 10 километров после съезда с трассы. Трасса М4 на первых 100 километрах – это автобан с разрешённой скоростью 110. И это единственная наша дорога, где есть платные участки. Такой один нам встретится. Участок единственный, платный, его протяжённость 23 километра, и мы посмотрим, собственно, за что. За что мы отдаём деньги. За какие удовольствия нам придётся там раскашелиться. И всё же даже на скоростной трассе, даже в условиях, максимально приближённых к западноевропейским, в долгом путешествии очень важен комфортный автомобиль, где всё отрегулировано под водителя, все органы управления под рукой и интуитивно понятны. Ну вот и закончился платный участок дороги. Мы проехали 23 километра за 30 рублей. За что 30 рублей? Ничем дорога абсолютно не отличается. Две заправки, ни одного шиномонтажа. За что? Ребята, за что? Не знаю. Свернув совершенно замечательные трассы Дон, замечательные по качеству дорожного полотна, по указателю на Богородицк вы проезжаете километров 10. Качество дорожного полотна после трассы М4 Дон до Богородицка оставляет желать лучшим. Скажем так, твёрдая троечка. Однако, уезжая в Богородицк, я удивился. Огромное количество ям, огромное количество выбоев, и скорость движения по городу по центральной улице, по улице Коммунаров, не более 10-15 километров в час. Проезжаете по улице Коммунаров, и главным ориентиром для вас будет небольшая часовинка, после которой вам следует взять левее. Спускаетесь вниз во враг, и на подъёме тот самый парк, и то самое имение, куда мы и хотим попасть. Ну вот мы и на месте. В усадьбе графа Бобринского. В середине 18 века Богородицкая земля стала собственной волостью Екатерины II. Здесь выстраивается величественный дворцово-парковый ансамбль, который ещё называют Тульским Петергофом. После смерти императрицы во дворце поселяется её незаконно рождённый сын Алексей Григорьевич Бобринский. Сейчас в здании дворца находится музей. Богородицкий дворец, музей и парк открыты в 1988 году. Экспозиция музея посвящена истории рода Бобринских и трудам создателя ландшафтного парка учёного-энциклопедиста Андрея Тимофеевича Болотова. Алексей Григорьевич Бобринский родился 22 апреля 1762 года, незадолго до дворцового переворота, в результате которого власть от Петра III перешла к Екатерине II. Отцом незаконнорожденного ребёнка был фаворит Екатерины граф Григорий Григорьевич Орлов. Екатерина долго скрывала свою беременность, но когда наступили непосредственно сами роды, её коммердинер Василий Шкурин поджёг свой дом, дабы выманить Петра III посмотреть на пожар. Таким образом, тайна родов была сохранена. Возможно, именно страх разоблачения этой внебрачной связи стал причиной или, по крайней мере, ускорил дворцовый переборот, приведший на трон Екатерину II. О том, как относился к Екатерине её законный супруг Пётр III, император Пётр III, в общем-то, известно многим. Если она не взяла бы в свои руки правление государством российским, кто знает, что бы случилось с её незаконно рожденным сыном, она бы попала бы в какой-нибудь монастырь, была бы там до конца дней своих, или лишилась бы жизни, в худшем случае. Рядом с Богородицком есть село Бобрики, которое Екатерина купила своему младенцу. Бобрики. Именно по названию села ребёнок и получил фамилию. Чуть позже Екатерина купила земли и здесь, но Бобринский появился в этом дворце в 36-летнем возрасте, уже после смерти своей матушки. Екатерина так и не сказала сыну об их родственных связях. И только старший её отпрыск император Павел I, вступив на престол, официально признал своего брата. Возвёл его в графское достоинство и пожаловал ему, среди прочего, это имение. А до появления графа в имении им руководил Андрей Тимофеевич Болотов. Его по праву можно считать одним из основоположников отечественной агрономии. Именно Андрею Тимофеевичу Болотову мы должны быть признательны за то, что едим картошку и помидоры, а не выращиваем их на клумбах. Ведь в первые годы после появления этих культур в России они выращивались как декоративные. В Богородицке Болотов разбивает пейзажный парк, частично сохранившийся и сейчас. Занимается обширным хозяйством, садами, огородами, оранжереями. Когда же в усадьбе поселяется граф Бобринский, Болотов оставляет службу. В Богородицке выросло 4 поколения рода Бобринских. Последний хозяин усадьбы, граф Владимир Алексеевич, после революции был вынужден эмигрировать. Но связь Бобринских с Россией на этом не прервалась. И сегодня один из потомков российской императрицы вернулся на родину. После революции пришлось, как говорится, бежать. И поехали сначала на Кавказ, были в Сочи одно время, и эвакуировались из Туапсе. Сам граф умер в 1927 году, работал бухгалтером в Париже. Мои родители со временем переехали в Соединенные Штаты, где там оба моих родителей умерли. Мама решила, что... Она не хотела, чтобы ее погребли, погребли в чужой стране, и ее остатки были брошены в море. Я сейчас приехал обратно сюда. Когда-нибудь уже пора, чтобы кто-то из нас умер бы здесь. Кстати сказать, с представителями рода Бобринских был чрезвычайно дружен Лев Николаевич Толстой. Он здесь неоднократно бывал, любовался имением и любовался парком. Более того, это имение стало прообразом имения Вронского в романе Анна Каренина. Вот таким образом эта земля, это здание, эти парки вошли в мировую литературу. Теперь мы отправляемся на Куликово поле. От Богородицка через Епифань до села Монастырщина, где находится главная усадьба в музее-заповеднике, 55 километров. Знаков достаточно много, уверен, вы не забудетесь. Двигаться надо все время по главной дороге. Также по пути в Монастырщин вы будете проезжать развилку. Ну, там будет знак направо. Куликово поле, налево Бучалок. 24 августа 2004 года в нескольких километрах от Бучалок потерпел катастрофа самолет Ту-134. Тогда погибли 34 пассажира и 9 членов погибло. Ну вот мы и на месте. Что же сейчас мы видим на Куликовом поле? Хотя правильнее бы эту битву стоило бы называть Мамаевым или Донским побоищем, как это было принято до Карамзина. Вот здесь, в селе Монастырщиной, находилась ставка русских. В деревне Красный Холм находились татары. Там ныне стоит колонна, посвященная памяти Дмитрия Донского и храм в честь Сергия Радонежского. Но мы находимся в Монастырщине, а впереди перед нами музей Куликовской битвы. Музей Куликовской битвы – крупнейший в России музей, посвященный средневековому сражению. В экспозиции как подлинные археологические находки, так и исторические реконструкции доспехов и обмудирования. Куликовская битва вот уже более шести веков остается главным историческим сражением Руси. И на протяжении всех этих лет она постоянно интересовалась сначала летописцев, затем историков. И тем не менее, эта битва вызывает больше вопросов, чем ответов. Ну, например, в каком году она произошла? Какого числа? Сколько воинов участвовало с обеих сторон? И действительно ли это побоище состоялось здесь, на Куликовом поле? И еще один вопрос, на который хотелось бы получить конкретный ответ. «Почему так мало археологических находок? Почему так мало артефактов?» Ведь на этом месте много лет трудились тысячи археологов, а найденные ими документальные свидетельства Великой Сечи умещаются в паре музейных витрин. Металл был очень дорогим в то время. Меч стоил 5 рублей, а семья в Москве на одну копейку могла прожить целую неделю. То есть это целое состояние. Поэтому все доспехи, весь металл собирался с поля битвы. В советское время колхозные поля обрабатывались аммиачной селитрой. Тоже очень хорошо разведает металл. Поэтому, когда археологи производят раскопки, очень трудно. Но где же хранили русских воинов, погибших на поле брани? По преданию, вот здесь. Под этим храмом Рождества при Святой Богородице и находилось главное захоронение русских воинов. Дважды в день с колокольной этого храма раздается колокольный звон. Первый раз в 11 часов, когда битва началась, и второй раз в 2 часа дня. Итого, 3 часа длилась Куликовская битва. Само Куликово поле находится в 2,5 километрах от села Монастырщина. Вот в той стороне. Там же находится та самая знаменитая березовая роща, где располагался засадный полк, который, в общем, и позволил русским войскам победить татар. Зимой добраться на Куликово поле практически невозможно, даже на нашей замечательной машине, потому что очень-очень много снега. Летом, пожалуйста. Мы сейчас отправимся в Красный холм, где находилась ставка Мамая. А сейчас там колонна в честь Дмитрия Донского и храм Сергия Радонежского. Но прежде чем продолжить исторические изыскания, я решил попробовать себя в роли средневекового ратника. Здесь это может сделать любой желающий. Рядом с музеем есть тир, в котором можно пострелять из настоящего лука. Из пяти выпущенных стрел лишь одна, ну, можно считать, достигла своей цели. Итак, мы направляемся в сторону Красного холма, именно туда, где располагалась ставка Мамая. Выезжая из села Монастырщина, поверните направо по дороге Р-145, там шире указатели. Далее все время прямо и по левую руку вы увидите обелиск и потрясающей красоты храм. Между Монастырщиной и Красным холмом 12 километров. Но не старайтесь забить в навигатор само название Красный холм, потому что такого географического места на карте нет. Он вам ничего не покажет. Поэтому ориентиром для вас будет село Ивановка. Самым ранним памятником на Куликовом поле стал этот обелиск колонна Алексея Брилова, старшего брата художника, увековечившего память святого князя Дмитрия Донского. Он был торжественно открыт здесь, на Красном холме, 8 сентября 1850 года. В 1913-1917 годах рядом возводится храм-памятник во имя преподобного Сергия Радонежского. По замыслу архитектора Алексея Щусева храм должен был составить органичное целое с обелиском Дмитрию Донскому. И храм, и обелиск, и первый музей Куликовской битвы возникли благодаря стараниям Степана Дмитриевича Нечаева, усадьба которого находится в Полибино, куда мы, собственно, и отправляемся. От Ивановки до Полибино по прямой 20 километров. По дороге что-то около 40. Минут за 50 доберетесь. Единственное, о чем мы еще не сказали, но на это обязательно нужно обратить внимание, это проблема с топливом. После съезда с трассы М-4 Дон заправки попадаются только в крупных населенных пунктах типа Епифани и Куркино. Но, во-первых, между ними как минимум километров 50. Да и за качество местного бензина поручиться нельзя. Сам вид АЗС несколько пугает. Так что, прежде чем съехать, с федеральной трассы настоятельно вам рекомендуем залить полный бак, чтобы больше не думать в путешествии об этой проблеме. Усадебный комплекс Нечаевых в Полибино. Главный дом построен в 18 веке архитектором Баженовым. Внутреннее убранство полностью утрачено. Достопримечательность усадьбы водонапорная башня емкостью 9,5 тысяч ведер, построенная по проекту инженера Шухова. Самым известным представителем богатейшего рода Нечаевых был Юрий Нечаев-Мальцев. Ему мы обязаны появлением музея имени Пушкина, в создание которого он вложил огромные деньги. А его отец Степан Дмитриевич Нечаев был первым собирателем исторических реликвий Куликовской битвы. Он сам проводил археологические раскопки и коллекция его занимала несколько залов дворца. Он же занимался сбором средств на строительство храма и мемориала на Куликовом поле. Сейчас усадьба знаменитых меценатов Нечаевых реставрируется, но не так поспешно, как хотелось бы. Однако хочется надеяться, что в ближайшем будущем мы увидим ее в былом великолепии. Именно в этом здании располагался самый первый в России музей Куликовской битвы. Однако ни одного экспоната не сохранилось. Потому что поселившиеся после революции в этой усадьбе крестьяне выбросили все железки, сочтя их барскими причудами. Возможно, также бесследно исчезнет и это первое в мире гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова. Башня эта была построена Шуховым для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде 1896 года. А после ее окончания башню выкупил тогдашний владелец Полибина Юрий Степанович Нечаев-Мальцев. В разобранном виде ее перевезли в усадьбу и установили рядом с дворцом для поливки сада. После нее Шухов построил еще множество гиперболоидных сооружений. Маяки, мачты кораблей, опоры линий электропередач. Самой известной конструкцией стала телебашня на Шаболовке. А прародительница до сих пор стоит здесь в Полибина. Наше сегодняшнее путешествие подошло к концу. В Липецке и в Туле можно переночевать, там множество гостиниц или же предлагаем вам вариант, как вариант, ночевку на Куликовом поле. Очень приличная гостиница, но озаботьтесь на предмет еды. Ну а мы отправляемся в Липецкую область, чтобы рассказать вам о новых маршрутах и показать новые путешествия. Редактор субтитров А.Семкин